И снова мы в нашей студии, и вот во второй части нашего разговора у меня такой вопрос, вот мы как бы уже подошли к тому, что вы в центре, и вот разница между дистанционной работой, то есть вашими разговорами с Давидом, хотя и там идет динамика, и там вроде бы как... Нам идет, говоря прямо с моей стороны, и диагностика, и дистанционное лечение, это не просто разговоры, как то можно, гипноз, ничего подобного, другое совсем. Я имею в виду, что это как бы вот дистанционно, все это идет, и вот вы приехали сюда, вы познакомились со специалистами, вот очень часто я почему-то специалист, спрашиваю, очень часто возникает вопрос, стоит ли ехать, вот если все так хорошо, если дистанционно можно и диагностировать, можно и лечить, можно и все менять, стоит ли ехать, в чем разница? Ну, во-первых, Йосефа, да, то есть дистанционной Йосефа просто нет, вот никто об этом не говорил, но все равно. Ну, знали. Да, ведь везде есть, как одна девочка сказала, энергетическая станция всемирная, да, вот, а Йосефа нет, дистанционно. Вот, мне понравился Асав, да, Асав, который иголочки ставил. Вот, сказал мне, что у меня всегда болит спина из-за моего… Он тебя первый раз видел, он тебя ничего не спрашивал. Да, он мне просто нажал, говорит, швы все посмотреть, нажимает на шов, говорит, тут болит, я болит, в другое место нажимает, сейчас не болит, я говорю, нет. Вот, и он мне сказал, что у меня спина болит именно, вот, от шва. Вот, про Шлома, муж вообще влюблен, он ждет завтра, дождаться не может, потому что все косточки на место, человек, у меня муж всегда проблемы, вот, его надо похрустеть, у него всегда все болит. Вот, вообще супер. Вот, доктор Аркадий, вот, сказал, что у Еммы, у нее нерв, да, лицевой нерв, вот, массажики делаем на лице. У нас даже вчера появилось, позавчера, по-моему, появилось бу, корова говорит бу. Какие массажики, а тейпирование ленты… Ну, я же не врач, да, Лена делает ей массаж, доктор Аркадий делает ей массаж, да, а потом ставит ей… Делаем все, что нужно, на самом деле. Да, да. Вот, и вот интересный момент, да, то есть работа групп специалистов, каждый специалист, причем вот, тоже подчеркивалось, вот, интересно, мы же практически с друг другом, я имею в виду специалисты центра, мы не сталкиваемся, некоторые работают вообще в другом помещении, другие и так далее. Никто не просит перед приемом показать медицинские анализы, что тоже необычно совершенно. Каждая делает диагностику и лечение непосредственно в этот же момент, никто никакой информации не имеет вообще. И все это, на самом деле, совпадает, и вот, интересно, каждый как бы занимается своим делом, и, опять же, то, что всех интересует, результат в конечном итоге. Вот, результат и ребенка, и занимаются, да, вот уже прозвучало, я просто повторю, что занимаются не только Эммой, но занимаются и… И мамой, и папой. И мамой, и папой. И в конечном итоге, что же с вами происходит. Вот сколько вы у нас… Вот смотрите, что случилось с моим мужем. Секунду, сколько вы по времени вот… Ой, неделю, неделю, да, уже, даже не верится. Да, и вот первая неделя, и что произошло с вами сначала, с тобой, с мужем, какие изменения? С мужем, вот, он у меня с детьми не занимается вообще, с детьми, со старшим только всегда. Вот, он работает, приходит поздно. Конечно, здесь он в центре как-то все дружно, все дружно, папа и мама о детях заботятся. Если там кто-то ушел на процедуру, другие за детьми смотрят. И он так себя почувствовал. Да, если, если так сказать слегка, что нет, около 30 человек сейчас у нас в центре. Да, очень много детей, все друг другу помогают, конечно. Потому что дети бегают туда-сюда, и все родители смотрят, и за своими, и за чужими. Есть и наши сотрудники, которые помогают тоже с детьми. Да, да, и дочка Давида тоже смотрит. И муж мой, вот, даже ходили вчера на процедуру мы с девочкой, он смотрел за ее сыном. Полтора часа он занимался чужим ребенком, он за ним бегал по всему парку. И для моего мужа это вообще очень странно. Не то что со своим, с чужим ребенком. И два часа со своей вчера просидел. Так что для него четыре часа просто отлично. Причем, как я понимаю, это оказалось ему совсем даже не в тягость. Ну да, он как бы, он старался. То есть он видел, как все папы стараются здесь, и он старался быть похожим. Меня прям очень порадовало. Ну а с точки зрения здоровья, с точки зрения, вот, какого-то внутреннего состояния, с точки зрения, вот, вашей семьи, как, ну, вот, единой структуры, если так можно сказать, что поменялось в тебе, в твоем настроении, в твоем состоянии? Ну, я очень сильно успокоилась, вот, последние, последние пару дней, потому что приехали, во-первых, мы никуда не выезжали, ребенок у нас ночевал только дома, то есть мы никогда, никуда не ездили. Кстати, по дорогу... А почему? Ну, как-то не приходилось, но она еще кричала безумно, то есть... Вот, это основная причина. Вот, я тоже к этому подвожу, что вот не потому, что вам было там скучно и неинтересно, потому что вы боялись, как себя поведет ребенок. У нас год назад мы не могли с ней зайти вообще никуда. Мы не могли фотографию ей сделать на паспорт, потому что она просто кричала дико. Мы не могли пойти на обед к моей свекрови, могли пойти к друзьям. Друзья к нам домой зайти не могли, только если ее надо было унести в другую комнату, чтобы друзья быстро пробежали, потому что если она видела, она просто голосила, и они должны были уйти из дома. А сейчас как? Абсолютно нормально. Вообще никаких проблем. Она к ним еще не начала приставаться? Да, она залазит на руки, она дружелюбная, она залазит на руки спокойно ко всем. Нормальный ребенок. Ты прислала, в среднем показала видео, как она играет. Да, игрались они со Степой. Вообще замечательно. Она играет, она уже, наверное... Ну вот последние полгода, я бы сказала, уже... Меня все радует. Вот не хватает нам речи, но мы работаем. Так что... Ну, встреча, вот что важно, вот доктор Аркадий может рассказать, что вот как вы приехали сюда, выяснилось причину, почему она не может говорить. Это причина органическая, и ее можно было убрать только вот очным способом. Имеет ли... Лицевой нерв. Да, просто не управляется она, не может произносить физические мнения. Да, вот интересно, я всегда как-то так поражаюсь коллегам, но, видимо, не потому, что знаний там не хватает, а потому, что просто не вдумываются в то, что происходит с пациентом, с ребенком, причины отсутствия речи. Вот смотри, что получается. У Эммы вот при работе дистанционно с Давидом стало улучшаться практически все, кроме речи. Правильно? Ну, Мэриэн, ну да. Вот, то есть была какая-то причина, которая тормозила. Я ее тоже увидеть дистанционно не мог, это надо было только физически приехать сюда. Конечно, конечно. То есть, ну, если Юля дает согласие, я могу просто озвучить, что произошло, собственно говоря, что держало. Мы обычно как бы врачебную тайну не очень раскрываем, но можно? Смотри, вы меня пугаете. Нет, я имею в виду, что произошло, то есть вследствие повреждения, скажем так, в родах, зажался, нарушился кровоток центра, который отвечает за работу лицевого нерва. И было отчетливо видно, что даже на лице немножечко возникла асимметрия. Да, да. И, соответственно, те мышцы мимические, которые, собственно говоря, и формируют речь, причем, вот я сейчас скажу, я как бы мы это не обсуждали, и я не выяснял до этого. То есть, гласные звуки она произносила, а согласные не получалось. Нет, она произносит только мэ, а, у нее все ма. Ма, ма, и все, на все. На, ма, ма, дай ма. И, в общем... А о, у? Нет. Нет, только мэ, а. То есть, те мышцы, которые давали возможность вот это произносить, они работали. А остальные, они были просто как бы заторможены, потому что нерв не давал, он был практически как парализован, он не давал возможности работать. И как только стала, появилась возможность, как бы, руками его освобождать... Руками, его терапия... Да, 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 все методы... Ранисокральная терапия, генопракция, кокинезиология и прочее. Да, все методы, тейпирование тоже. Тейпирование, да. Все методы, да, которые, как бы, в этом работают, стало давать результат. Я думаю, что в дальнейшем все будет зависеть, быстрота ее речи, возникновение ее речи будет зависеть, вот твоя работа с ней. То есть, как бы, и опять же, еще один момент, о котором мы всегда говорим. Мы снимаем, ну, скажем, вот эти вот блоки, те моменты, которые не дают возможности развиваться. А дальше работа родителей. Вот мне очень важно услышать, что, понимаешь ли ты, что в дальнейшем ее развитие все зависит от тебя. Конечно, конечно, всегда это понимала. Вот. Ее состояние. Да, ее состояние. И вот такой момент интересный. И вот она, как бы, меняется, она становится, ну, вот, скажем, социально нормальной. Она участвует там в коллективе, она с удовольствием играет. Вот. А ты, насколько я понимаю, до этого, то, что прозвучало, у тебя было, как бы, вот, зажатое, вся в слезах, вся в горе. Даже больно вспомнилась. От всех, вот, да. Что поменялось, вот, у тебя по отношению к окружающим, к миру, к обществу? Ну, как, ну, все поменялось. Это как вот мама с больным ребенком и мама со здоровым ребенком. Естественно, она будет себя так же и чувствовать. Вот, скажи мне, вот, уже это прозвучало, но всегда задаю вопрос о планах на будущее. Вот, ты осознала, что, вот, да, как бы, да, говорила, что всегда думала, вот, при, после встречи с Давидом, что ребенок нормальный, что ребенок здоровый и так далее. Но были ли планы на будущее тогда и что в них изменило сейчас? Вот, я имею в виду по отношению к Эмме, к ее развитию, к ее будущему. Что бы ты хотела в ней увидеть? Ну, это я, как бы, всегда знала. Я хотела, чтобы она у меня пошла в университет, чтобы она была каким-нибудь адвокатом или медиком. У меня было одно из двух, либо адвокатом, либо медиком, почему-то. Я ее так вижу. Ну, потому что она еще рак у нас по гороскопу, как-то я вижу ее во враче прям. Вот, и как-то всегда хотела дочку, потому что она у нас... Вот, долгожданная, очень долгожданная, очень желанная. Ну, конечно, когда ты видишь у ребенка проблемы и думаешь, как же так, неужели твои планы не осуществятся, и что ты не этого... Я вот не этого хотела, и как бы так не должно быть, это неправильно. Вот каждый день ты крутишь, крутишь себе. Ну, а сейчас? Сейчас, я думаю, что, ну, по крайней мере, вот даже специалисты нам говорят, которые испанские специалисты, она очень умная, очень умная. Она такая хитрая, она такая... Вот почему-то никак не поймут, говорит, вот закрытый ли, не может рот открыть никак. Никак не можем ей рот открыть. Не может лицевой нерв не работать. Видимо, все-таки адвокат будет, наверное. Судя по тому, да, по тому характеру, который проявляется. Ильич, ну, еще два слова, наверное, о том, где вы, вот, кроме храма, где вы побывали, какие планы на экскурсионные моменты, чтобы вы хотели посмотреть, вот, этой части нашего лечения, лечения в центре, несколько слов. Чтобы хотели... Мы посмотреть, я пока еще не успела. Ну, все нагоню на следующей неделе, потому что, как бы, войти в ритм, для нас уже, вот, поездка на автобусе, это уже войти в ритм. У нас их просто нет, зато Ема без ума от автобуса. Она, когда видит автобус, все эти двери закрываются, она все это показывает, как в мультике, показывает, закрываются и радуются. Вот, посмотрели храм Христа. Самый главный человек, во-первых, замечает. Она все замечает, все-все-все замечает. Детей замечает, детей замечает. Я напомню, с чего мы начали наши разговоры, это то, что она вообще ни на что не реагировала. Не реагировала ни на что, ни на кого. Всего лишь, ну, где-то, да, год и два месяца тому назад. Ну, я бы сказала, весной уже было, получается, месяцев 10. И она, в принципе, ну, нам повезло, да, она была маленькая. То есть, прям очень маленькая. Вот еще один момент, я хочу это, как бы, здесь остановиться, озвучить для родителей, что все-таки очень зависит, как бы, результаты лечения наши очень зависят от сроков. Чем раньше вы начинаете лечить, чем раньше вы к нам обращаетесь, тем быстрее происходят изменения. Это понятно, это объяснимо. Я думаю, что каждый должен нагло вмешаться в это, а то некоторые люди могут это понять не совсем правильно, что, как обычно говорят, что вот тоже тем, о чем раньше, тем лучше. Имею в виду другое немного, что если вот сейчас упустить время и ребенок станет старше, потом уже будет значительно сложнее. Ну, что касается того, что делаем мы, это не так, к нам приезжают, привозят детей. Я объясню, Давид, я объясню, что я имею в виду. Я объясню, что я имею в виду. Но я имею в виду, что люди обычно имеют в виду. Да, нет, нет, здесь дело в другом. Здесь дело в том, что, вот я думаю, что Юля согласится, потому что, во-первых, у нее уже трое детей и так далее. Ребенок, который более старший, ему нужно догонять гораздо больше. То есть время, когда он достигает по развитию своего возраста, оно проходит больше. Но я имею в виду, что для нас, для того, что мы делаем, возраст не является... Правильно, правильно, понятно. Но развитие ребенка, оно как бы начинает... С того момента, где он оставился. Да, поэтому получается одно дело догнать как бы с года до двух, и другое дело с года до семи. Там путь он должен пройти больше, поэтому это берет больше времени. Поэтому к чему я это говорю? К тому, что вот то, что у Юли прозвучало, он еще маленький, а вот надо подождать, а вот вдруг само придет и так далее. И год проходит, и два проходит, а вот там начинают вспоминать обычные медики, очень любят это говорить. А когда пошел папа, ой, а папа заговорил в три года, наверное, это генетика. На самом деле, вот этого ждать не надо. Но это еще от поведения тоже, да, зависит. Видно, если ребенок нормально себя ведет, или он странно себя ведет. Вот здесь надо просто быть внимательным, и надо где-то доверять своим ощущениям. И вот хочу, чтобы прозвучало у Юли, как это было у нее. Именно вот эта ситуация страха, что вот ай-яй-яй, караул, катастрофа и так далее. Вот выход все-таки в этой ситуации есть, да. Ну и напоследок, наверное, мы будем скоро уже заканчивать. Тоже традиционная, как бы такая наша рубрика. Юль, ты уже вот мама опытная, уже вот в контакте с Давидами прошла вот этот тяжелый путь и в своей душе, и с ребенком. Что ты можешь пожелать и подсказать как-то, и вот сказать тем родителям, которые вот вначале, которые ищут, которые вот в таком состоянии сейчас, как ты была полтора года тому назад, вот что бы ты им сказала, вот как мама? Ну, в первую очередь нужно, конечно, заняться собой. Если сами не могут, вот Давид поможет, и верить в ребенка. То есть верить в то, что все будет хорошо, что можно многое-многое изменить. Вот, и любить своих детей, какие они есть, их надо любить. Любовь, вера и какая проблема, вот есть Давид. Ну, вот, да. Ну, не надо все сводить только ко мне и... Я по себе сужу. Да. Ну, я же говорю, что она может сказать, она говорит, что она пережила сама, поэтому... Ну, это я про начало пути имею в виду, это когда вот совсем вот в самом начале... Ну, и вот значимость для родителей, значимость для семьи в плане приезда в наш центр все-таки не в коем случае не нужно это воспринимать как какую-то рекламу или как какие-то вот... А исключительно как советы родителям в плане приезда в наш центр, насколько это значимо для улучшения ситуации у ребенка и в семье в целом, вот, на твой взгляд. Ну, как бы вот так вот сложно с другой стороны, да, но вот с моей стороны, как бы я видела помощь сразу, поэтому я как бы знала, куда я еду и что я здесь получу с большой уверенностью. Вот, поэтому если кто-то не знает, я могу сказать, получите, вот, как знаю по себе, ну, по ребенку, наверное, в первую очередь. По поводу нашей семьи не могу такого многого сказать, потому что мы, в принципе, в принципе, хорошая семья, всегда была. Ну, дело не в отношениях как бы между супругами, а во внутреннем состоянии каждого. То есть в состоянии, вот, психологическом состоянии. Да, вот именно мне, это мне надо было больше, чем папе, потому что я такой человек... Ну, как выяснилось, папа тоже изменился очень, наверное, неожиданно. Ну, папа, да, вообще, по папе больше видно. Меня трудно, меня труднее. Как Юсефа сказала, со мной еще работать. Ну, для этого вы здесь, и поэтому срок этой недели, который по сравнению с другими очень маленький, но для изменений он оказывается очень большим. И не зря Юля сказала, ой, только неделя прошла, окажется, что здесь вы уже тут. Так бы так быстро. Нет, неделя не прошло. То есть вы здесь у нас четвертый раз. Да, ну, там была пятница же. Четвертый раз, то есть вы были три раза. Сейчас пришла к вы... Да, то есть время немного... Пятница, да, семь четвертый раз. Ну, учитывая, что у вас воскресенье, это понедельник, да, это еще надо как-то... Да, да. То есть вы сегодня к нам пришли вот сюда четвертый раз. Угу, да. Ну, вот за три полноценных раза вот такие изменения, так что... Ну, вот, Юлечка, спасибо за нашу беседу. Спасибо, что согласились. И мы желаем, я желаю от имени всех специалистов центра вам только всего хорошего, чтобы все сбылось. Спасибо. О чем ты мечтаешь, чтобы Эмма стала прекрасным специалистом, ну, в той области, в которой, наверное, она уже выберет сама. Вот. И, как всегда, мы надеемся на то, что в следующий раз ваш приезд будет сюда чисто... В качестве туристов. В качестве туристов чисто вот такой для отдыха мы будем рады вас увидеть вот счастливыми, здоровыми и... со всеми вашими тремя детьми, чтобы вы могли просто отдохнуть, продлить лето, вот, ощутить еще раз притяжение Святой Земли. Так что, чтобы все по вас было хорошо. Спасибо. Вот. И, как говорится, до свидания, до новых встреч здесь, в нашей студии. Всем здоровья!